Добрый утро, дорогие друзья! Последние часы мы пребываем с вами в великом празднике Ханука. Подводим итоги. Что празднуем в Хануку? Что мы с вами празднуем? Победу над вот этими вот митевими, над греками? Так нет, они вот вокруг везде побеждают. Греческий мир вокруг справа, слева руководит, диктует, маккабиады проводит. Может мы празднуем возобновление храмовой службы? Тогда чего мы плакали 9 алла? Нет храмовой службы. Восстановление еврейской независимости от народов мира и установление власти Торы на земле тоже нет. И власти Торы нет, и независимости нет. По какому поводу тогда праздник? Задумайтесь об этом 8 дней. И вот отвечают мудрецы, вот по какому. Мы празднуем факт превосходства силы духа над культом силы. Очкастый вот этот вот ученик Ишивы оказался сильнее боевого слона. То, что у нас сегодня нет храма, власти, независимости там, это видимость, это физический мир. А если наше сегодня положение такое же, как мы угнетаемым условным греческим миром, то результаты могут в секунду быть другими. Нужна только сила духа. Вот о силе духа рассказывать нам праздник Ханука. И вообще надо что-то делать. И рассуждать о несовершенстве мира, а делать. Кому-то улыбнуться, кому-то помочь. И главное учить Тору. Тора очищает, Тора помогает. Знаете, короткий рассказ между Равином и Фабрикантом. Мыло возник спор о действенности религии. Я бы на вашем месте сказал, Фабрикант поменял бы профессию. Смотрите, сколько людей вокруг нас утверждают, что верят в Бога. И в то же время они неэтично поступают, коррумпированы, воруют и так далее. Выходит, что в религии что-то не так. Равин задумался к этому. Говорит, пойдем немножко погуляем. Вышли в парк, видят песочницу, в ней играются маленькие дети. Равин поворачивается к спутнику и говорит, знаете, на вашем месте я бы сменил профессию. Фабрикант говорит, а в чем дело, что вы имеете в виду? Он говорит, ну посмотри на этих детей всех. Замурзанные, грязные. Что это за мыло у вас такое? Послушай, говорит Фабрикант, что ты такое говоришь? Это нечестно. Мое мыло отличное. Беда в том, что ребятишки им не пользуются. Вот, говорит Равин, вы попали в точку. Тора, дарованная нам Богом, совершенно. Но вся беда в том, что люди, о которых вы говорили, не придерживаются ее. Мир основан на милосердии и добрых делах. Это вот ничего другого нет. Да, это абсолютная правда. И вот суть хаситизма, связанная... Вот Балшентов еще говорил, что надо помогать другим. Не зацепляться на себя. Помогать идти вперед. Это дает нам ощущение жизни, удовлетворенности. Бывает написано, что человек спускается... Балшентов сказал, что душа спускается и в тело, и живет много лет только для того, чтобы один раз помочь какому-то человеку. А нам предоставляется такая возможность каждый день много раз. Поэтому еще раз говорю, улыбнуться встречного, поинтересоваться состоянием дел и заработка, здоровьем. Просто вздохнуть вместе с ним, если нельзя помочь. Поэтому все это кусочки нашей жизни, и все поменяется. Потому что, да, вот еще один, как бы то, что мы понимаем Хануку... Раньше тоже все казалось беспросветным и безвариантным. И вдруг раз, и все в порядке. Сегодня Шаббат. Шаббат, мы с Хануки переходим в Шаббат. Очень важно не забывать, поэтому хотя бы два слова о Шаббате надо сказать. Короткий рассказик, такой Майсун. Любовичскому Рэбу обратился один из его хасидов. У него были все время недоразумения в семье с женой. Он говорит, Рэба, я прочитал в книге Заар, что если талос на исходе субботы хорошо сложить, то это способствует установлению хороших отношений между мужем и женой. Рэба улыбнулся и говорит, что да, это верно, но я тебе посоветую еще более действенным. Если ты закатаешь рукава, и пойдешь на кухню, и помоешь посуду, и поможешь жене в субботе, то без сомнений это точно поможет установлению ваших хороших отношений. Брахава Ацлаха. Всего самого лучшего. Хану Касамея. Шаббат. Шалом. И чтобы побыстрее была победа. Брахава Ацлаха. Брахава Ацлаха.